Слава Господь, Сына и Святого Духа, Имеи, Исна и Аминь, Идея, Аминь. В ходе своего визита в Москву патриарх католикос Грузинской Православной Церкви Илья II ответил на вопросы журналистов православных СМИ, рассказав об отношениях между Грузией и Россией, перспективах созыва нового Всеправославного Собора и главных трудностях, стоящих перед православными церквями на пространстве бывшего СССР. Ваше Святейшество, Вы приняли участие в совещании поместных церквей. Как Вы оцениваете его и, в целом, отношения в православном мире? Ну, прежде всего, я сердечно приветствую всех православных христиан России. И я должен сказать, что отношения между Русской Православной Церковью и Грузинской Православной Церковью были всегда тёплыми, и они остались такими. Межправославное сотрудничество и диалог, он желает быть лучшим. Я должен сказать, что очень много вопросов накопилось между православными церквами, и поэтому эти вопросы нужно решать. Сейчас очень много говорят о межправославном, всеправославном соборе. Я должен сказать, что пока не будут разрешены все те проблемы и вопросы, которые стоят между православными церквами, наверное, собор нельзя собирать. Ну, я надеюсь, что все эти вопросы будут урегулированы, и, может быть, в будущем собор будет созван. Какие основные трудности сейчас вы видите в подготовке собора? Прежде всего, это вопросы автокефалии, вопрос диптиха и другие вопросы. Это сложные вопросы, и нужно обязательно решать их согласие всех церквей православных. Ваше святейшество, в разные эпохи и в разных условиях церкви сталкивались с разными трудностями в проповеди христианства. Видите ли Вы какие-то особенные трудности и задачи, общие для православных всего постсоветского пространства? Ну, проповедь – это основная обязанность духовенства. И, конечно, наши священники, епископы, они делают очень многое для того, чтобы проповедовать и приводить людей к храму, к церкви. Но, наверное, этого недостаточно. Наверное, нужно предпринимать новые шаги, создавать молодежные центры. Надо особое внимание уделить молодежным проблемам, которые стоят перед молодежью. Такие, как наркомания и другие проблемы. Это все, например, я встречался с группой таких молодых людей, которые в Америке, которые ходят, ездят по всей Америке и призывают молодых людей пойти в храм. Особенно тех, которые болеют наркоманией. Так что проповедь необходима и обязательно надо готовиться к проповеди, к духовенству. Я, например, когда учился в Духовной Академии в Загорске, у нас был замечательный профессор Козлов, отец Иоанн Козлов. Он готовился к проповеди с понедельника до субботы. И у него была проповедь очень краткая. И когда студенты Академии не ожидали, что он учится, он кончал проповедь, и мы сожалели, что проповедь кончилась. Если вернуться к вопросам отношений между православными церквями, как вы оцениваете роль патриарха Кирилла в жизни мирового православия? Святейший патриарх Кирилл, патриарх московский в Сеарусе, это очень энергичный человек, очень образованный человек. И он делал и делает очень много для того, чтобы привести людей к храму и к церкви. Я думаю, что те усилия, которые он предпринимает, вполне достаточны. Только надо эти усилия поддерживать со стороны епископата, со стороны духовенства. Надо брать пример, он говорит замечательные, у него замечательные беседы. И поэтому он имеет большой авторитет среди верующих. Как вы оцениваете, какую роль грузинская и русская православные церкви должны играть сегодня в отношениях между Россией и Грузией? Сейчас, когда так обострились отношения между нашими государствами и правительствами, это явление совершенно новое и противоречащее России и Грузии, неполезное и вредное для всех. Я должен сказать, что сейчас взаимоотношения между нашими церквами – это единственный канал, такой хороший для наших взаимоотношений. Но я в то же время должен сказать, что вопрос Абхазии и вопрос Цхинвали – это открытые раны на теле Грузии. И это древнейшие наши епархии. Я был 11 лет митрополитом чухунским и абхазским. Я хорошо знаю и абхазов, и грузин там проживающих. И я должен отметить, что взаимоотношения между ними были самыми теплыми. Так что нужно думать о том, чтобы все обижнуло в свою лону. Я вот встречался с президентом вместе с другими представителями церквей. Я сказал ему, что вот это явление, которое сложилось, когда нет ни мира, ни войны, оно вредно и опасно и для Грузии, и для России. Поэтому мы… И время работает против Грузии и против России. Надо эти вопросы поскорее решать. И все установится, все будет спокойным. Спокойно! ПЕСНЯ 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 Аминь 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 Продолжение следует...